Девятые подробности про уши, билет, общество охраны природы, пистолетная самба, пилу спички и доверчивую овцу. Мечтая о том, как он настигает намыленного зайца, контролер раздвинул кусты, вылез на маленькую полянку и увидел зайца, намыленного с ног до ушей. Намыленный держал над головой кувшин и собирался сам себя поливать. Контролер вскочил на цыпочки, подкрался, схватил зайца за уши, отнял у него кувшин, выпил от волнения по чью-сёду и сказал сурово, платите штраф. За что? – возмутился намыленный. – За то, что у вас нет билета. Но у меня есть билет. Ха-ха, – сказал контролер, – покажите. И тут зайц взял и показал контролеру самый настоящий билет. Это не тот билет, – растерялся контролеру, – я про троллейбусный? А это другой? – Нет, – строго сказал зайц, – троллейбусный билет другой, а мой тот самый. Заяц держал перед контролером билет члена общества охраны природы. Я тут природу охраняю, а вы меня за уши хватаете. – Это потому что вы намылены? – смягчился контролер. – Да, – спокойно сказал зайц, – я намыленный, у меня сегодня банный день. Но при чём тут мои уши? – Примите извинения, – окончательно застеснялся контролер. – Случилась ошибка, я вас перебу там. – Бывает, – смягчился зайц и попросил. – Полейте меня, а то я, кажется, слипся. Когда зайц высох, контролер спросил. – От кого вы природу охраняете? – От жуликов, – сказал зайц, – от кого же ещё? Раньше от них только магазины охраняли и ценные вещи. Они видят, природа без охраны стоит, и, ну, её растаскивать приходится охранять. – Правильно, – обрался контролер, – я тоже против жуликов, тех, кто в троллейбусе без билета ездит. – Почему-то зайца не зовут, а какие они зайцы, самые настоящие жульки? Зайц и контролер пожали друг другу руки, и контролер спросил. – Вы как, жуликов, побеждаете? Наверное, у вас ружье есть или пистолет? – Нету, – сказал зайц, – пистолет, но я сам вас знаю. Такие приёмчики пистолета отнимать. Если жулики с пистолетом, я его, хоп, и он у меня есть. А если вес, так и мне не надо. Зачем мне пистолет, раз у них нету? Разумно, – согласился контролер. Рык хотел рассказать зайцу несколько случаев из своей контролерской жизни. Но зайц неожиданно присел и прошептал. – Тссс. Рядом с полянкой был лес, и в этом лесу кто-то крался. — Поползем, посмотрим, — предложил заяц. — Если жулики, поможете мне их поймать. — С удовольствием, — согласился контролер. Они легли на животы и поползли в лес. В лесу действительно крались жулики. Они вели с собой украденную овцу-бяшу. Жуликов было двое. Один большой кухлый, другой маленький и щуплый. Овцу-бяшу они украли так. Бяша паслась на краю стада. Жулики подошли и познакомились. — Меня зовут Артур, — сказал щуплый жулик. — А меня Мишка, — сказал пухлый. — В общем, приятно, — сказал Бяша. — Я Бяша, самая умная отца в этом стаде. Бяша не догадывалась, что жулики нагрошенно назвались именами своих соседей с верхнего этажа и вызывали совсем иначе щуплого шпиля пухлого купол. Конечно, это тоже были их ненастоящие имена, а это были клички. Жулики, если они жульничают долго, всегда забывают свои настоящие имена, только клички помнят. — Вы не знаете одного быстроногого козла? — спросила Бяша. — А он варак большого автомобильного стада, которое за ним бегает. Жулики сказали. — Конечно, знаем. На самом деле они обманывали. — Ах, — воскликнула Гаша, — он такой быстроногий. Не то, что наш вожак-баран. Целый день стоит на одном месте и на меня обижается. Подружите меня с этим козлом. Жулики переглянулись. Пошли с нами. Мы как раз к нему. Понял, сегодня день рождения. Во всем этом не было ни слова правды, но Гаша поверила. Жулики вместо того, чтобы ввести ее на день рождения, завели в лес. Теперь жулики крались по лесу. Шпиль на спичке купол пил с двумя ручками. А овца Гаша бежала рядом и надеялась, что скоро попадет на день рождения к быстроногому козлу. — Сейчас, — сказал тихонько Шпиль куполу, — напилим дров, сложим костер, зажадим эту доверчивую Гашу и съедим на обед. — Не выйдет, — шепнул купол Шпилю, — до обеда не успеем дрова напилить. Давай лучше съедим ее на ужин. — Подожди, не рассказывай, — остановили директора Саша и Паша. — Мы уже жалеем, что были за контролера. Про него страшно. Гашу съедят. — Не съедят, — уверенно сказал Кастакаша. — Разве вы забыли? Зайцы контролера сюда ползут. — Успеют ли они? — вздохнули Саша и Паша. — Конечно, успеют, — сказала Кастакаша. — Пока жулики дрова напилят, пока костеры зажгут. Не станут же фили куполы, есть Бяшу сырой, они не волки. — Еще страшнее, чем волки, — вздохнули Саша и Паша. — Контролеры Заяц скоро подползут. — Ровно через три минуты, — отрекал директор, глянув на часы. — Мы тебя просим, — взволново сказали Саша и Паша. — Пока три минуты не кончатся, не рассказывай про Бяшу. — Ладно, — согласился директор. — Может, пока с надеждой спросила Пастакаша про Ксению расскажет, что сейчас происходит. — Ничего не происходит, просто она бежит и все. Пастакаша разочарованно вздохнула. — Давайте, — предложили остальные лошадки, — послушаем, что там в редакции делается. Им сегодня новую журнал выпускать, а ничего еще не придумано. Десятые подробности про похищенные брюки. После того, как фотограф Пчелкин отворился в Африку, все сотрудники во главе с редактором сели на свои рабочие места, стали быстро придумывать разные рассказы и картинки. В редакции наступила тишина. Только тетя Клава шуршала тряпкой и протирала окна. — Тетя Клава, — вдруг попросил редактора, — выручайте, мне кроме вас послать некого. — Съездите, пожалуйста, домой к известному детскому и взрослому поэту Пампушкину. Привезите стихи, которые он придумал для нашего журнала. — А когда мне вздохнула тетя Клава? — Пыль? Полынуть надо? Смотрите, какие грязные. А Пампушкин ваш? Пусть сам стихи увозит. — Он не может, — сказал редактор. С утра дома сидит без штанов, у него брюки украли. Редактор рассказал тете Клаве, как Пампушкин еще утром звонил по телефону, жаловался на пропажу брюк и просил, чтобы за стихами кого-нибудь прислали, а то ему без штанов в редакцию идти стыдно. — А вы ему посоветовали в милицию позвонить? — спросила тетя Клава. — Конечно, посоветовался, — сказал редактор. — Ладно уж, — вздохнула тетя Клава, — съезжу к Пампушкину за стихами. Куда от вас денешься? — Спасибо, — обрадовался редактор. Живет Пампушкин недалеко от своего памятника в 13 этажном доме. на 10 этаже. — Три минуты уже кончились? — спросили Саша и Паша. — Кончились, — сказал директор. — Значит, контролер Заяц уже рядом с Бяшей. — Рядом. — Теперь будем меньше бояться, — успокоились Саша и Паша. — Продолжай про жуликов у Бяши попросили они. — Одиннадцатые подробности про то, чего не ожидали от козла Матвея, про безбилетный проезд на пиле, пистолет под подушкой и условленное место. — Бяша бежала рядом с жуликами и рассказывала про быстроногого козла, как он мчался по дороге впереди мотоцикла с коляской. — Мотоцикл с коляской? — расстражили жулики. — А кто на мотоцикле сидел? — Милиционер. — Жулики вздрогнули. — Слышишь? — тихонько сказал шпиль купола. — Этот козел удиврал от милиционера. Наверное, тот же жулик, как мы. — Ага, — обрадовался купол. — Хорошо, что он тоже. Чем больше жуликов, тем лучше. Легче среди них затеряться, чтоб мы поймали. — А зачем вы спички с собой несете и пилу? — Вдруг заинтересовалась Бяша. — Это они растерялись, жулики. — Подарки. — Козлу на день рождения. — Ой, остановилась Бяша. — А я? — Я же без подарка. — Жулики переглянулись. — Сейчас дерево спилим, ты его подаришь козлу. Жулики взялись за ручки пилы, пошли искать поблизости подходящее дерево. На самом деле дерево нужно было им, чтобы напилить дрова для костра, жарить Бяшку. — Нет, — сказала Бяша, — не надо пилить дерево, жалко. Лучше я в подарок сладкой травы на руку. Вот же она растет. Бяша успела собрать большой вкусный букет, когда перед ней вдруг появился козел. Пацан у рыс-траноги, о котором она мечтала. В последний раз он исчез из виду, потому что мучался с дикой скоростью, когда контролер крикнул Аксении, платите штраф. Козел Матвей сделал большой круг. Он обижал город и снова появился, недалеко от того места, где исчез. — Ах, — сказала Бяша, — увидит Матвей, — меня зовут Бяша. А это тебе подарок на день рождения. — Разве у меня сегодня день рождения? Удивился козел, но букет взял и съел. И тут к нему подбежали жулики. — Эй, друг, — позвали они, — подойдем в сторону, мы тебе секрет скажем. Секреты Матвей любил. В сторонке жулики сказали. — Знаем, как ты от мулиционера с коляской бегал. Ты тоже жулик, как мы. А жулики жуликам по правилам помогать должны. Помоги нам эту Бяшу зажарить, потом поможешь съесть. Козел Матвей смотрел на жуликов с тоской и думал, какой день неудачный. То капуста взорвалась, то самолеты падают. И зачем я сегодня проснулся себе на горе? Потом он сказал. — Я не жулик. Если вы про капусту и самолет, то это я баловался. Раньше. Теперь все. Завязал. — Ах, завязал! — закричали жулики. — Тогда вали отсюда, козел. Без тебя обойдемся. А на ябедничайше врага спили пилой. И хвост подожжем. Спичками убегая. Пускаем, а то передумаем. Козел Матвей не стал ждать, пока передумают. Он повернулся. И... Не ожидали мы этого от козла Матвея, вздохнули Саша и Паша. Бяша так мечтала о нем, быстроногом, а он... — А что от козла ждать? — сказали остальные лошадки. Капусту бабушку таскал. Раз. Самолет упугал. Два. Хорошо еще, что жуликам помогать не стал. Просто каша ничего не говорила. Она молчала и надеялась. — Слушайте дальше, — сказал директор. Козел Матвей повернулся и увидел Бяшу. Бяша смотрел на Матвея счастливыми и преданными глазами. Он просто не мог сделать то, что собирался. — Эх! — крикнул Матвей. В отчаянии изо всех сил легнул правой ногой шпиля, а левой купола. От неожиданности жулики взлетели в воздух и упали прямо на пилу. Зыыы! — спела пила и впилась всеми своими зубьями в обоих жуликов. Она сделала это с удовольствием. — Бяша, за мной! — крикнул Матвей. И, увлекая овцу за собой, кинулся он из лесу. Ни секунды не сомневаясь, Бяша помчалась за ним. Вот об этом она и мечтала уже давно. За ним, за быстроногим козлом, все вперед и вперед к чему-нибудь прекрасному. Теперь он мой вожак, — думала Бяша. Прощайте, подружки-овцы, прощай, бедный баран, прощайте всех. Бяша была счастлива. А жулики сидели на пиле и чуть не плакали от злости. И тут их окружили заяц и контролер. — Придевите билеты, — по привычке сказал контролер. — Какие билеты? — удивился Шпиль. — Вы что думаете, мы на пиле куда-то едем? — Мы на ней просто так сидим, — сказал Купол. — А зачем? Пилу в лес принесли. Хотите деревья украсть? Может, вы жулики? Но эти вопросы Куполу и Шпиль решили не отвечать. Они вскочили, схватили свою пилу и гримя спичками стали убегать. Контролер и Заяц погнались за ними. — Стойте! — кричал Заяц. — Вы задержаны. — Ничего, мы не задержаны, — отвечали жулики. Мы вот они бежим. — Ах! — на ходу крикнул Шпиль Купол. — Жаль, мы наш пистолет из дома не захватили. Тот, что под подушкой. Не пришлось бы нам сейчас убегать. Наоборот, они убегали бы, а мы догоняли. — Какая разница? — отвечал запыхавшийся Купол. — Убегать, догонять, все одно бегать. Мне уже больше не хочется. — Слышите? — крикнул на бегу контролер Зайцу. — Пистолет под подушкой. — Жаль, они не захватили. — Вы бы его отняли, мы бы крикнули. — Стой, стрелять будем. Они бы остановились, а так убегают. — Ничего, — отвечал Зайц на бегу. — Может, догоним. Фигушки, — крикнули жулики и кинулись в разные стороны. Контролеры Зайца побежали за Куполом, потом передумали за Шпилем. Снова передумали за Куполом. А потом Шпиль и Купол уже убежали, и Контролеры с Зайцем остались вдвоем. — Надо было, — сказал Зайц, — вам бежать за Пухлым, а мне за Щуплым. Или наоборот. Заняки за всем, что улыбнулся Контролеру, не хотелось бросать вас в трудную минуту. Куда вы бежали, туда и я. — Если честно, — признался Зайц, — мне тоже не хотелось. — Так недавно познакомились, а уже надо разбегаться в разные стороны. Обидно. — Не огорчайтесь, — сказал Контролер. — В следующий раз попадутся. — Конечно, попадутся, — усмехнулся Зайц. Жулики всегда попадаются, рано или поздно. Это закон природы. У природы вообще замечательные законы. Мне они так нравятся, — признался Зайц у Контролера, и они разговаривали о природе, которую оба очень любили. — Да, — сказала Пастаклаша, — настоящие товарищи. Никогда не бросают друг друга в другую минуту. Не то что эти жулики шпили купол. Чуть что, сразу разбежались. Наверное, навсегда. — Нет, — сказал директор, — не навсегда. Разжульничали. Эту хитрость придумал Шпиль. Однажды он сказал куполу. — Давай, если за нами погоняться, раздвигаться. — Совсем? — убился купол. — Нет. — Потом опять встретимся. — Где? — В условленном месте. — Что-то я такого места не знаю, — засомнивался купол. — Это где ж такое? — Где мы с тобой и слоимся, там оно и будет. — Например, давай всегда встречаться на детской площадке. Напротив зоопарка. — Давай, — согласился купол. Это место я хорошо знаю с детства. Ну вот, — огорчились Саша и Паша. Шпиль и купол еще встретятся. Контролеры Аксиньи — нет. Наверное, — быстро сказал простоклаша, — дедушка Сережа уже очень о ней беспокоится об Аксине. Если, конечно, уже проснулся в своем кресле, он проснулся. Давным-давно, — сказал директор. Двенадцатые подробности про негра Сережу и железную брюку с чугунными пуговицами. Дедушка Сережа проснулся в своем кресле и долго не мог понять, где это он проснулся. Все вещи вокруг были знакомые. Сковородка, утюг, картина художника Куинджи, стеклянная люстра. Но почему-то стеклянная люстра вместо того, чтобы быть на потолке, была на дедушке, а утюг лежал на сковородке, как будто он какая-то котлета, а не утюг. Дедушка долго смотрел на знакомые стаканы. Они почему-то отражались в зеркале. Зеркало тоже не висело на стене. Осторожно, чтобы не разбить люстру и не опрокинуть стаканы, дедушка выбрался из кресла и все расстаял по местам. Потом он прошелся по квартире, посмотрел, не вернулась из прогулки кошка Аксинья. Аксиньи нигде не было. «Наверное, она сегодня задержится», — подумал дедушка. «Схожу пока в баню». Хотя у дедушки Сережи дома была глубокая ванна с холодной и горячей водой, он все-таки любил ходить в баню. «В ванне», — думал дедушка, — «всегда сидишь в одиночестве, это скучно, а в бане народ, пара клубится, тазики стучат, люди переговариваются, в компании мыться веселей». По дороге в баню у дедушки Сережи не повезло. Он решил купить новое мыло, а ему вместо мыла нечаянно продали шоколадку. Похожи обертки. Но дедушка торопился и не заметил, как ему не повезло. Но в бане дедушке опять не повезло, как назло в этот день, кроме дедушки Сережи, никто в баню не пришел. Все остальные решили купаться дома. «Ничего не поделаешь», — подумал он, — «помоюсь в одиночестве». Дедушка разделся, а тут вдруг в бане кончилось электричество, и все лампочки выключились. Окна в бане были нарочно замазаны краской, чтоб люди не стеснялись мыться. Стало совсем темно. «Не беда», — решил дедушка, — «намылись в темноте. Я и так наизусть знаю, где у меня спина, а где шея». Дедушка снял обертку с шоколадки, он думал, что это мыло, и стал намылиться. Но когда он намылился, выяснилось, что в бане кончились обе воды, горячая и холодная. «В этой бане все кончилось», — подумал дедушка, — «ничего не поделаешь, пойду домой». Дедушка оделся и ушел на улицу. Он шел грустно и думал, «приду домой, расскажу Аксине, как мне не повезло, а она посочувствует». Дедушке очень хотелось, чтоб ему кто-нибудь посочувствовал. По дороге домой дедушка проходил на милиции. Там у открытого окошка сидели дежурный милиционер Иван и бабушка Мария. Она пришла к дежурному Ивану в гости. «Посмотрите, какой грустный пожилой негр идет по улице», — сказала Мария Ивану. «Давайте ему посочувствую». Мария приняла дедушку Сережу за негра. Он был весь шоколадный и от этого очень коричневый. «Гражданин», — перкинул Иван негру, — «почему вы грустны? Что вас огорчило?» «Баня», — сказал негр Сережа. «Наша баня». Мария и Иван решили, что негр называет баней свою Африку, в которой тоже жарко, как в бане. «К сожалению», — сказал Иван, — «мелиция вам помочь не может. Против жары мы бессильны». «Водой обливайтесь, холодная легче станет», — посоветовала бабушка Мария. «Кончилась там холодная вода», — вздохнул негр Сережа. «И горячая тоже. Даже электричество кончилось». «Бедные мои», — посочувствовала неграм бабушка Мария. «А вы постройте себе электростанцию, а опять электричество начнется». «Электростанцию?» — не понял дедушка. «В бане?» «В Африке?» — объяснил милиционер Иван. «В разумею про Африку разговаривал. «Конечно, про Африку», — сказал Иван. «Вы же негр?» «Я?» — поразился дедушка Сережа. «Вы так думаете?» «Сами на себя посмотрите», — предложила бабушка Мария и протянула дедушке круглое маленькое зеркальце, которое всегда носила с собой в сумке из-под капусты. Дедушка поглядел в зеркальце, убедился, что он действительно негр, попрощался с милиционером и бабушкой и вошел по улице. «Но он не знал, куда ему теперь идти?» «Где живет тот негр, которым я стал?» — спрашивал он себя и не находил ответа. Милиционер и бабушка смотрели ему вслед. Мария вздыхала, Иван хмурился. Вдруг зазвонил милицейский телефон. Иван снял трубку, и журный милиционер Иван слушает. «Здравствуйте», — сказал озабоченный голос. «Говорит поэт Пампушкин, у меня брюки украли». «Понятно», — сказал Иван. «Украли железные штаны с чугунными пугайцами. Наверное, увезли на грузовике?» «Не железные, матерчатые», — сказала трубка. Иван выглянул в окно, посмотрел на памятник Пампушкину. «Своих брюк не знаете?» «Они железные». «Ошибаетесь», — сказала трубка. «Вы меня с моим памятником перепутали брюки. Не у него украли, а у меня». «Извините», — смутился Иван. «Не знал, что вы теперь живете. Думал, вы раньше живете, в прежние времена». «Нет», — сказал Пампушкин. «Сейчас живу, а брюки еще утром украли. Они у меня одни, без брюк, как без рук. Гулять стесняюсь. Даже в редакцию пойти не могу. Поймайте их скорей». «Штаны ловить?» — удивился Иван. «Нет, тех, кто их украл». «Давайте свой адрес», — сказал Иван. Он попросил бабушку Марию подежурить за него в милиции, вскочил на мотоцикл с коляской и помчался на место преступления в квартиру Пампушкина. А дедушка негр Сережа брел по улице и волновался. «Неужели теперь придется жить в Африке?» — волновался дедушка. «А как же Аксине? Вдруг ей в Африке не понравится?» Но потом дедушка успокоился. Он подумал, не обязательно жить в Африке, даже если ты негр. Можно в каком-нибудь другом месте. Например, дома. Счастливый, что не надо ехать в Африку, дедушка пошел домой. «Сейчас», — обрадовалась простоклаша, — «дедушка придет, а Аксиня уже дома, да?» «Нет», — сказал директор Аксиня, «еще бежит по дикой природе, думает, за ней гонится контролер». «Может, Аксиня уже до Африки добежала?» «Приехал бы дедушка в Африку, а она там». «Дедушка Сережа», — сказал директор, — «в Африку не собирается». Туда отправился фотограф Пчелкин. Три нуннадцатые подробности про обманутого летчика, спешащего слона, грубого льва и неизвестных науке животных. Фотограф Пчелкин приехал в аэропорт, сел в самолет и улетел в Африку. В самолете он заснул и проспал свою остановку. Когда Пчелкин проснулся, самолет уже посидел в Африке, выпустил пассажиров и полетел обратно. Пчелкин глянул в самолетное окошко Африка, внизу остановилось все меньше и меньше удалялось. «Скорее, парашют!» — закричал Пчелкин. «Прыгать буду!» «Африку проспал!» «Вы прямо как козел Матвей!» — сказал Пчелкину летчик. «Ничего в авиации не понимаете. Пассажирам не разрешается прыгать. Они по трапу на землю сходят». «Ну давайте трап!» — согласился Пчелкин. «Трап!» — сказал летчик. «До земли не достанет. Уже высоко летим!» «Ладно!» — подумал Пчелкин. «У меня вместо парашюта зонтик. Мне будет только из самолета выбраться». «Скажи, пожалуйста!» — спросили Саша и Паша. «Свой зонтик Пчелкин покупал там же, где старушка с тазиком на голове?» «Да!» — сказал директор. «А что?» «Ничего. Бедный Пчелкин!» — вздохнули Саша и Паша. «Пчелкин!» — сказал директор. «Решил обмануть летчика!» «Смотрите!» — закричал он. «Ваш самолет крыльями машет!» «Не может быть!» — кинулся к окошку летчика. А Пчелкин быстро открыл дверь и выскочил из самолета прямо в небо. Он падал вниз и думал, что обманывать нехорошо. И тут Пчелкину показалось, что он забыл что-то важное. «Что?» — думал Пчелкин, приближаясь к земле. Фотоаппарат на месте. Зонтик тоже. Когда до земли ничего не осталось, Пчелкин вспомнил, что он забыл открыть зонтик. К счастью, Пчелкин упал не на твердую землю, а в мягкое озеро. Нырнул до дна, оттолкнулся ногами и вылетел из воды. И шлепнулся на серую шершавую почву. Серая почва закачалась и куда-то двинулась. «Ой!» — испугался Пчелкин. «Африка поехала!» «Но Африка никуда не поехала, а это Пчелкин ехал на спине большого слона». «Так, слон у меня есть!» — подумал Пчелкин и щелкнул фотоаппаратом. Он не стал задерживать спешащего куда-то слона, спрыгнул на ходу и пошел искать других зверей. «Наверное, мне сейчас лев придется!» — подумал Пчелкин. И не угадал. Лев Пчелкин не попался. Пчелкин попался льву. Лев, которому попался Пчелкин, был грубьян. У льва как раз начался подростковый возраст. А это, как известно, всегда портит характер. Лев грубьян выпрыгнул из кустов и бросился на Пчелкина так быстро, что тот даже не успел убежать. Зато он успел щелкнуть фотоаппаратом перед самой львиной пастью. «В меня выстрелили!» — решил лев. Упал рядом с Челкиным, дрыгнул хвостом за тих. Он думал, в него попала пуля. А Пчелкин кинулся бежать и по дороге смотрел, не попадется ли ему еще какой-нибудь зверь или наоборот он зверю. Лев грубьян до самого вечера лежал на земле, вертелся, разглядывал свою шкуру. Искал дырку от пули. Когда в Африке стемнело, оскорбленный лев в стол и ушел домой. Дырку от пули он так и не нашел. А Пчелкин за какой-нибудь час успел встретить немало разных зверей и всех сфотографировал. Сначала ему встретилась длинноногая длина шеи жирафа. Чтобы сфотографировать ее, пришлось лезть на пальму. Пчелкин уже долез до самой верхушки и вдруг поехал по пальме вниз. Но фотоаппаратом успел щелкнуть. Милый, сказал жирафа, отнеси эту фотографию моему другу детства. Он живет в вашем городе в зоопарке. Он там самый высокий. После жирафа Пчелкин сфотографировал крокодилицу, которая купалась в реке. Пчелкин подкрался к берегу, навел аппарат, щелкнул. Но крокодилица застеснялась, нырнула. Интересно, подумал Пчелкин. Когда она нырнула? До того, как я щелкнул или после? Вдруг Пчелкин услышал топот. Мимо него мчались две антилопы, гну сгнутыми рогами. Одна за другой. Пчелкин щелкнул. Антилопы пробежали мимо. Тут к Пчелкину подошли два страуса. Вы зачем фотографируете? Просто так или на память? Для обложки детского журнала, сказал Пчелкин. Тогда и нас попросили страуса и встали в красивые позы. Пчелкин навел фотоаппарат. Но прибежало еще три страуса. Чтобы они поместились на фотографии, Пчелкину пришлось отойти немного назад. За тремя страусами прибежало еще десять. Потом еще сто. Страусы прибегали и прибегали. Пчелкин отходил и отходил. Наконец перед аппаратом собралась половина всех африканских страусов. В первом ряду страусы положили свои страусиные яйца. Им хотелось попасть на обложку вместе со своими детьми. На втором ряду страусы сидели на корточках. В третьем просто сидели. В четвертом стояли во весь рост. Страусы в задних рядах все время подпрыгивали. Тоже хотели попасть на обложку. Пчелкин отошел очень далеко. Иначе все они не поместились бы на фотографии и крикнул издалека. Улыбнитесь, фотографирую. Страусы улыбнулись. Пчелкин сфотографировал. Страусы поблагодарили и разбежались по Африке. Они бежали с надеждой увидеть себя на обложке детского журнала. Вот что у меня есть, рассуждал Пчелкин. У меня есть слон, лев, жирафа, крокодилица, две антилопы гну и целая группа страусов. Теперь бы тигра сфотографировать. Пчелкин не знал, что тигры в Африке не водятся. В поисках тигра он все глубже забирался в дикую африканскую чащу. Пчелкину все чаще и чаще стали попадаться совершенно неизвестные ни ему, ни науки животные. Они поглядывали на Пчелкина, облизываясь, пощелкивали зубами. А-а-а! Вдруг закричали Саша и Паша. Только не это, только не это! Сейчас Пчелкин сам неизвестным животным попадется. Его искусают. Про Африку страшно. Давайте лучше про другое послушаем. Четырнадцатые подробности про нижних соседей, толпу дошкольников и встречу без свидетелей. Например, про дедушку-негра Сережу быстро предложила простоклаша. Может он кое с кем уже встретился? Простоклаша, сказал директор, не хитрый. Если тебе хочется спросить про Аксидь, ну так и скажи. Хочется, призналась простоклаша. Но про дедушку Сережу мне тоже интересно. Дедушка Сережа пришел домой намыленный с шоколадкой, посмотрел на себя в большое зеркало и еще раз убедился, что он действительно негр. Весь коричневый, только искусственные зубы белые и блестят. Тут в квартиру кто-то позвонил. Но это была не Аксинья. За дверью стояли и кряхтели соседи с нижнего этажа, первоклассник Артур и бульдог Мишка. Они держали телевизор со сломанными ножками. — Здравствуйте, — сказал Артур, — мы не знали, что тут негры живут. — Я сам не знал, — сказал негр Сережа, — телевизоры чинить можете, — спросил Мишка. — Не могу, — вздохнул дедушка. Мишка и Артур тоже вздохнули, поволочили телевизор в лифт. Они решили спуститься на два этажа, позвонить в квартиру к своим нижним соседям. Но нижних соседей не оказалось дома. Они в это время раздвигались в разные стороны по дедной природе. — Ой, — вздохнули Саша и Паша, — это же шпилекупол. Когда с Бяшей знакомились, назвались именами соседей с верхнего этажа. Мишка и Артур, они и есть нижние жулики. Они разбегаются. — И пусть разбегаются, — сказал простоклаша, — им только дай телевизор чинить. Они его раз и украдут. Пусть лучше Артур вспомнит, как продавец кондитерского магазина говорил, что телевизоры чинить умеет. — Артур вспомнил, — сказал директор, — и вместе с Мишкой притащил телевизор в кондитерский магазин. Продавец стоял за прилавком и, пока покупателей не было, выковыривал гирю из цветного телевизора. — Здравствуйте, покупатели, — обрадался продавец. — Я на месте, свое слово держу. — Не покупатели мы, — сказал Мишка. — Почините нам, пожалуйста, один телевизор. — Хоть пять, — согласился продавец. — Бросайте его в угол и приходите к концу рабочего дня. Я сперва свой починил, потом за ваш возьмусь. Но когда Артур с Мишкой ушли, продавцу не удалось взяться за телевизоры. В магазин вдруг ввалилась столпа дошкольников. Та самая, которая вместе с толпой школьников видела, как продавец бросался гирей. Теперь она пришла посмотреть, как гирю будут вынимать. — А ну, вытряхивайтесь отсюда, — закричал продавец. — Когда на меня глазеют, я не то что телевизор. — Карандаш починить не могу, стесняюсь, краснею весь, и руки дрожат. Чтоб сию минуту ноги вашей тут не было, а вечером добро пожаловать. Приходите смотреть уже починенный телевизор. Толпа дошкольников выскочила из магазина и кинулась на детскую площадку напротив зоопарка. Там она сразу превратилась в очередь качаться на качелях. И тут к детской площадке с двух сторон подкрались жулики, шпили купол. Увидели дошкольников и решили подождать. Они не хотели встречаться в своем условленном месте при свидетелях. Жулики залегли в разных кустах и стали нервничать, потому что дошкольники все не уходили и не уходили. Пятнадцатые подробности про шахтеров с яблоками, тормашки и верх ромашками, братьев по разуму и дошкольницу Олю, которая умела читать и писать письма. Сначала дошкольники по очереди качались на качелях, а потом вдруг обнаружили на детской площадке какое-то странное растение. Оно вылезло из-под земли рядом с качелями и было похоже на большую морковку вверх ногами. «Когда вырастет», — сказал один дошкольник, показывая на растение испачканным пальцем. «Получится дуб». «Дуб не получится», — сказал другой дошкольник с чистыми пальцами. «Елка, вот что это». Дошкольница Оля слезла с качелей, хотя и ее очередь кататься еще не кончилась, потрогала растение и сказал. «Подестев у него нет, уголок тоже. Что из него получится, неизвестно. Давайте его поливать». Дошкольники разбежались по домам и вернулись обратно с чайниками, кастрюлями и чашками и увидели, что вокруг растения стоит толпа школьников. Эта толпа тоже видела, как продавец сбросал сагирей, тоже сначала убежала, а потом пришла в кондитерский магазин посмотреть, как гирю будут вынимать. Но продавец ее выставил. Теперь толпа школьников стояла и кричала. «Безобразие! Растения из земли лезут! Всю детскую площадку заняли! Скоро бедным дошкольникам негде будет поиграть! Давайте это растение выкапывать!» «Выкапывать?» — испугалась дошкольница Оля. «Оно же зеленое насаждение!» «Во-первых, — сказали школьники, — никто его не насаждал, само вылезло. Во-вторых, оно не зеленое, коричневое. А в-третьих, мы старше и нам виднее. Когда она вырастет, качелей опрокинет!» «Ну и пусть!» — закричали дошкольники. «Нам интереснее растения поливать, чем на качелях качаться!» «Нет!» — сказали школьники. «Вы дети! Детям гораздо интереснее на качелях!» «И вообще!» — сказала одна школьница. «Что это за растение такое? Лично у меня по ботанике пятерка, а я до сих пор не знаю, как оно называется!» «Все неправильное! Где ствол, где ветки, где стебли, где кора!» «Где у него верхушка!» «Минуточку!» — сказал один школьник. «У меня по ботанике только тройка, но мне кажется, что растения больше всего похожи на сплошной корень, только их травмашками». «Сплошной корень!» — волновались школьники. «А куда дело все остальное?» «Остальное!» — сказала дошкольница Оля. «Под землей безобразие!» — возмутилась школьница с пятеркой по ботанике. «Вы только представьте себе, что будет, если корни начнут расти снаружи, а деревья и цветы в земле! Придется нам тогда шахтеров за яблоками посылать и подземных отрыть, чтобы ромашку понюхать!» «Дошмар!» — закричали школьники. «Если всякие тормашки начнут расти вверх ромашками!» «То есть мы хотели сказать «тормашки вверх тормашками!»» Школьники так кричали, что даже у затаившихся в кустах шпиля и купола устали уши. Вдруг дошкольникам пришло письмо. Дошкольники читать еще не умели, поэтому попросили школьников «Почите нам, пожалуйста!» Но школьники кричали громко, не услышали. Тогда дошкольница Оля сказала «Давайте я!» «Я уже немножко умею» и она прочла. «Здравствуйте, уважаемые дошкольники!» «Мы ваши братья по-разному из далекой Австралии!» «Тоже дошкольники!» «Если у вас на детской площадке вылезет что-нибудь похожее на морковку вверх ногами, не пугайтесь!» «Это корни нашего Баобаба!» «Мы тут у себя на южном полушарии земного шара посадили дерево Баобаб!» «У этого Баобаба корни оказались ужасно длинные, проросли землю насквозь и высунулись, по нашим расчетам, в вашем северном полушарии где-то возле качелей!» «Дайте, пожалуйста, корни нашего Баобаба, а то он засохнет!» «Заранее благодарны австралийские дошкольники!» Когда школьники услышали письмо, они сразу перестали возмущаться. Они вместе с дошкольниками стали поливать Баобаб, а дошкольница Оля, которая писать тоже немножко умела, послала австралийским дошкольникам ответ по обратному адресу. Запалили «Привет, дошкольники и школьники!» «Теперь австралийский Баобаб не засохнет?» спросила простоклаша. «Теперь нет!» сказал директор «Дошкольники, и школьники будут его каждый день поливать!» «А шпиль и купол еще лежат в кустах?» осторожно спросили Саша и Паша.